Операция прикрытия «Бегущий кабан». Статья на антифашисте за 27 мая 2020 года. Александр Яблоков. Отец-основатель украинской нации. Определение дано вице-президентом США Джо Байденом. Пленки Деркача. Фрагмент 02. Первая минута 42 секунды. Бежал огородами от следователей ГБР, придерживая полы плаща в районе вспотевших кениталий. Бежать пришлось метров 100. Однако для организма гаранта, измученного детоксом и постоянными стрессами, это было серьезное испытание. Он уже далеко не мальчик, чтобы вот так бегать по киевским подворотням. Супруга Марина тем временем отвлекала спецназ, привычно имитируя оргазм. Сори, получение повестки на допрос, выписанное на имя пятого президента Украины. Так вот, интересный получился вернисаж с уклоном в арт-детектив. Шторм здания музея имени Гончара, город Киев, силовым подразделением ГБР, спикер фракции «Пес Артур Герасимов», слегка придушенный брутальным мужчиной в черном вопле группы поддержки парохоботов, желающих насладиться произведениями русских художников, которые почему-то принадлежат украинскому народу. Даже для украинской действительности, которая зачастую превосходит самые смелые галлюцинации пациентов психиатрических приютов, события развивались как-то уж слишком сюрреалистично. Все начиналось как красивый перформанс, разработанный политтехнологами Петра Алексеевича под воздействием мескалина и алкоголя, креативно, зрелищно, безумно. Петр Алексеевич должен был давать показания в ГБР по загадочному делу, получившему в местных медиа название «Русская красавица». 43 картины русских мастеров, в том числе работа Ильи Глазунова «Русская красавица», которыми владеет Порошенко, вызвали у следователей некие вопросы. Фабула дела неизвестна до сих пор. То ли Петр Алексеевич их подлинно приобрел на аукционе сотбис и контрабандой доставил в Конча-Заспу, то ли наоборот вывез в свое испанское имение. Слухи ходили разные. Из достоверных утечек был лишь перечень полотен Айвазовского, Коровина, Бенуа, Глазунова и других художников. Если я не ошибаюсь, это было 19 уголовное дело, касающееся отца основателя. 18 было возбуждено буквально накануне офисом генерального прокурора по статье 111 «Государственная измена» после публикации записи телефонных разговоров Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри. Однако активные действия стали проводиться именно по делу «Русская красавица». Коллекционера русской живописи вызвали на допрос, на который он, естественно, не явился. В необычной маске с узорами Порошенко предстал перед журналистами в музее на открытии выставки 43 картин, которые одновременно являются вещдоками в уголовном деле. Очень толстый троллинг действий ГБР. Вот картины, которые вы считаете украденными. Вот документы в красивых рамочках, подтверждающие легальность покупок. Ну и кто из нас дурак? По сценарию Петр Алексеевич триумфально покидает выставку и становится героем дня. Однако что-то пошло не так. На вернисаж прибыли следователи ГБР, потом спецназ. Дверь выломали, Марине вручили повестку, документы в красивых рамочках изъяли. У Порошенко, как оказалось, был крот в бюро, который вовремя скинул смс-ку. Следаки выехали к тебе. Дальше была безумная гонка по подворотням и скандал с супругой в загородном имении. Марину можно понять, поскольку она не нанималась отвлекать следователей, пока муж придерживает пол и плаща во время бегства. Запланированного триумфа не получилось, поскольку ГБР испортила концовку шоу с коллекцией пятого президента. Здание музея печатано, картины охраняет личный директор заведения с местной собакой. И вот что это было? Версию парохоботов о репрессиях в отношении величайшего политического деятеля в истории нации сразу отбросим как безумную. На протяжении года президентства Зеленского с отцом нации обращались очень бережно, как с китайской вазой династии Цинь, которую можно приобрести на Алиэкспрессе. Да, вначале немного потаскали на допросы. Однако Петр Алексеевич очень талантливо изображал идиота, упавшего с верхней полки. Абсолютно ничего не помнит о продаже завода Ленинская кузня какому-то Тегипко. Потом он начал устраивать театрализованные представления перед зданием ГБР с участием фракции Пес и членов своей семьи. И в конце концов просто забил на повестки, которые ему регулярно приходили. Более 30 раз не являлся. Затем вообще стал политическим партнером Зеленского, синхронно голосуя со слугами народа за антиколомойский закон и открытие рынка земли. Грань между новым и старым президентами стерлась, остались лишь некоторые физиологические различия. Поэтому теоретически Петр Алексеевич мог продолжать издеваться над ГБР, сливать свой телеграм-канал в трубу, прорвало результаты прослушки руководства Бюро и корчить из себя лидера антипутинской международной коалиции. А в эту концепцию спецназ и бегство огородами ну никак не вписывались. Поэтому появилась версия о согласованной постановке, цель которой отвлечь внимание от скандала с пленками Деркача, получившего серьезный международный резонанс. Медийная соросня, дождавшись основных тезисов из Вашингтона, усиленно делает вид, что ничего не произошло. Точнее произошло, но это спецоперация Кремля, направленная на подрыв двухпартийного консенсуса в отношении Украины. Пленки являются дыркой от бублика, выеденным яйцом и бургером без начинки. И вот эту дырку американские СМИ усиленно сосут уже неделю с одним и тем же тезисом. Вашингтон-Пост даже начала открыто угрожать Украине крупными неприятностями, если пленкам российского шпиона дадут ход. Виктор Пинчук раскошелился на внеочередное обращение семи экс-послов США на Украине, которое было опубликовано Атлантическим Советом. Этот совет сначала финансировал Николай Злочевский через свою злосчастную буризму, где в НАП-совете трудился сынок Байдена. Когда кормушку попалили, финансовое бремя взвалил на себя олигарх Пинчук, известный в узких кругах КГБ под оперативным псевдонимом Валерий. В заявлении экс-послов подчеркивается, что попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке поражают и способствуют ложному и токсичному нарративу. Про нарратив я ничего не понял, однако уяснил, что действия посла Украины в США Валерия Чалова, главы Национального антикоррупционного бюро Сыдника, министра внутренних дел Арсена Авакова и премьера Арсения Яценюка, откровенно топивших за Хиллари Клинтон в 2016 году, аж никак не беспокоили экс-послов США. А ведь благодаря усилиям Сытника, Чалова и активистке Демпартии США Чалупы, руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт сел в тюрьму. Но это вообще не те нарративы, на которые стоит обращать внимание. А так, да, никто не обращает внимания на пленки Деркача. Только временная послица Кристина Квинн обзванивает руководителей офиса президента Зеленского, лидеров фракции «Слуга народа и голос» с требованием прекратить все действия по делу о государственной измене. И Джордж Кент из Госдепа устраивает истерики по видеосвязи с украинским МИДом вовсе не на тему пленок. Просто погода плохая, и это достает. Удалось ли отвлечь внимание от скандала с пленками Деркача? Да, другой вопрос. А что решает шоу в музее в стратегическом плане? Замолчать тем уже не удалось. Большие средства тратятся на абсолютно неэффективную контрпропаганду. Хочу напомнить, что флешка с записями передана в офис генерального прокурора. ГБР возбудила по этому факту дела. В обоих случаях главным фигурантом является не Джо Байден, а Петр Алексеевич Порошенко. Да, никаких следственных действий по делам не ведется. Значит, будут решения судов, обязывающие правоохранительные органы заняться выполнением своих прямых обязанностей. И, конечно же, будет продолжение истории в контексте ложных и токсичных нарративов. Если по каждому такому эпизоду будут гонять Порошенко по задворкам, то его ненадолго хватит. Александр Зубченко Операция прикрытия бегущий кабан